Мы будем подбирать Амине тачку Крутая машина Это был на гейм, да Мы нашли, как посадить Амину Обалдеть Я заправил свою тачку полный бар Так, какой пресс-курант? 24-300 Подо мной М5 Асфальт 8 Давай! 100 тысяч лайков, я разговариваю это слово Финальное слово Тошнит меня Погнали! Дорогие ребята, у нас сегодня в выпуске Аминочка, расхитительница стримерских сердец Многие, конечно, знают Амину Я рада, что она пришла в выпуск И у нас сегодня очень интересная шоу-программа Мы будем подбирать Амине тачку Выглядит очень круто Да Ого! Круто! Круто! Обалдеть! Отвал всего! Круто! Я машина! Ты, как я понимаю, получаешь права сейчас? Да, я пока что учусь вождению конкретной и теории А потом буду сама сдавать на права И в связи с этим событием Мы подбираем Аминочке тачку Че, let's go! Это будет интересно Ставьте сразу пальцы наверх Подписочку И пишите, как вы любите Амину внизу Обязательно досматривать до конца Чтобы знать, какую тачку Амина выбрала Выбор, кстати, не очевидный Погнали! Какие машины вот ты видишь на дороге Думаешь, хочу! Честно, я всегда обращаю внимание только на Бентли Ну, которые вот как кроссоверы Бентли, Бентайга Наверное Первое, на что у меня падает взгляд, наверное, как у большинства девушек Это какую-то визуальную составляющую Я не разбираюсь в машинах Я никогда не сидела за рулем У меня никогда не было машины Единственное, что я дарила маме две машины И у нее... Ничего себе! Как мама отреагировала на такую поступку дочери? Мама была в шоке Никто не дарила никогда машину Она сама покупала себе Все сама Ну, она была очень счастлива, плакала Вторую, которую я ей подарила, это Hyundai Palisade Она очень его хотела Это семейная машина Там, в общем, 8 мест, включая водительская Она была очень счастлива Сегодня мне Амина купила машину Если не секрет, за сколько ты ее купила? За 6,5 мм Я просто чисто у меня тут под этим, под окном экспертим стою Замечусь Смотри, мы здесь будем смотреть тачки, которые больше отсылаются к скорости Но я вряд ли буду гонять У меня просто такая политика Я пока не научусь ездить хорошо Я не буду никогда рисковать Даже если я буду одна в машине Ездить как-то быстро Потому что, во-первых, на дороге ты не один А во-вторых, это опасно Поддерживаю Но когда ты осознаешь, что у тебя под капотом 500 с лишним лошадей Это приятно осознать Окей, давай передвинемся как раз к первому нашему автомобилю Это BMW XM Чем эта тачка примечательна? Что это первый гибрид кроссовер BMW То есть это XM, типа это и высокая тачка для внедорожья И она еще и гоняет Давай сядем внутрь Ты садись сразу за водительское Осматриваемся Что первое тебе попало на глаза? Первое, что я ощутила, это невероятный запах нового машины Это тачка с салона, да У нее пробег, наверное, вовсе 140 километров Комод Мне нравится очень, что здесь такой экран Он, типа, цельный Не взгляните ни с чем Очень красиво выглядит Очень приятный руль А посмотри наверх Я такое первый раз в жизни вижу Выглядит очень круто Да Как будто бы, знаешь, это... Это похоже на Алькантару О, Альчонтара, она разбирается, да Альчонтара Как тебе внешность? Она выглядит просто х**но Не считая золотые вставки Всего три тачки в Москве стоят 30 миллионов, ребят Кто хочет, забирайте Они, наконец-таки, обновили ключ, ребят Просто посмотрите Такой, знаешь, кошерный на стол кинуть кофемани Я завожу ее О, что? Это, типа, она завелась, да? Тут такой шумодав жесткий И сразу чувствуется, что это все-таки электрокар Мы завели, я даже не почувствовала ни шума мотора, ничего Все, она едет на электротяге При тяге Тяги бархатные А где тут приключения передач? Вот, это селектор КПП, да Заводи Все, да Теперь вправо Все, дай у тебя Drive И отпускаешь газ Я такого, кстати, не... У меня не было такого Отпускаешь тормоз и мы едем Она двинулась Все, на счет три нажимаю на газ, ребята Сто тысяч лайков я раз... Как будто бы можно поставить лайк за такое зрелище Знаешь, что могу сказать сходу? Первое, габариты Она очень большая Для меня это реально очень высоко Я не чувствую, эта машина вне большего атака габарита Тогда прыгаем в следующую тачку Ребята, давайте оторвемся от основной сюжетной линии И я хочу затронуть тему, связанную с чернышом Короче, представляете, он начал задыхаться Начали плавать обороты Сейчас я вам продемонстрирую Я очень сильно переживаю с черныша Поэтому я считаю, что надо ему сделать диагностику И понять, почему это происходит Мы телепортировались к моим друзьям А2 Performance Я им доверяю, поэтому будем сейчас делать чекап без черныша здесь Прошло три часа, и я забрала черныша с диагностики Это Артур Артур владелец А2 Performance Это Сергей, знаток по всем тачкам И как раз таки он проводил диагностику Рассказывайте, что с чернышом не так? Ну, с чернышом все в порядке Но есть нюансы из-за того, что у него уже большой пробег Здесь изношены маслосъемные колпачки И они требуют замены Много масла попадает в камеру сгорания Оно просто сгорает и вылетает у тебя в трубу Из-за этого вот дым, запуски на холодную плохие И, короче, их нужно просто поменять И тогда машина дымить не будет Тогда я оставляю просто вам тачку на замену колпачков Ребят, вам вот честная, искренняя рекомендация от меня Ребята, А2 Performance проверенные занимаются чип-тюнингом Как современных европейцев, так и американцев И, кстати, Артур офигенный пример привел Это у нас 223, да? И вы его сломали, и теперь из 249 сил превратился в 400 Да И типа никто еще такого не делал Мы в мире еще не видели, чтобы кто-нибудь 223 полноценно чиповал Мы можем его и чипануть, и класс мощности поменять, и экологию отключить Нигде таких решений мы не видели Ну, если кто-то знает, напишите в комментариях Короче, ребята, настоящие кудесники Более того, если вы чипанули тачку, и вы хотите ее обслуживать, то приезжайте сюда Не буду говорить, какие блогеры здесь еще обслуживаются Много вот таких ребят Так что, ребята проверены Прямо сейчас мы находимся на Moscow Raceway И тут Амин будет кататься на очень крутой тачке Я буду стоять на трибуне и болеть за тебя Нет, ты даже не будешь со мной сидеть Не буду сидеть с тобой Нет, так не вариант Это будет класс А кто-то будет со мной? Конечно Все тогда Цветой дух У нас будет очень крутой гонщик Виктор Он здесь владеет, типа, целым автопарком машин Я попросила его дать нам самую эмоциональную машину А какая самая эмоциональная машина, вы узнаете буквально через одну секунду О май Это что у нас такое? Здравствуйте Здравствуйте, Виктор Очень приятно Это супергонщик Мне очень страшно Расскажите, что сегодня будет Какая машина? У нас сегодня день подготовки к соревнованию, которое будет завтра Porsche Sport Challenge Это аучная гонка Участник, который сейчас тренируется И у нас будет задача сегодня Погрузить полностью в автоспорт И на автомобиле, на котором будет завтра выигрываться гонка Мы сегодня прокатимся Круто! Это мне нравится Очень круто Ого! Круто! Ё-моё! Слушайте, я даже дорогу не вижу Это как вообще? А её можно поднять вверх? Нет Реально? Я ничего не вижу, Виктор А то есть, есть ли вот гонщик, например, маленького роста? А потом по подушечке не кладут? Можно, кстати, да Как будто идея... Я просто правду, я ничего не вижу Виктор, а расскажите нам про эту машину Это GT4 Club Sport Монтай Рейсинг Машина заводская Отделение Porsche Motorsport Это не переделка То есть, она уже с завода такая выпускается Почему именно на неё выбор пал? Потому что вот тут рядом вообще ничего не может стоять Ни McLaren, ни любая другая машина Это гоночные автомобили Здесь уровень эмоций, но это просто другое измерение Такая машина, что мне страшно вообще как-то, это, срогать Вилья, 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 вилья Такая лёгкая? Да В каком весе? Обалдеть Тонны 300 У меня 385 лошадей, 3,8, да? 435, это GT4 Ребят, прикиньте, просто уровень 435 лошадей на тонну 300 Машина едет вот этот, конфиг МРВ, за минус 50 Допустим, я не настолько автобонер Это быстро Это быстро? Совсем быстро Окей, ну, тем более, с вами за рулём, Виктор Ну что, мы заполнили все доки Ответственность на тебе теперь Ты, по-моему, перепутал Ты переживаешь? Ну, смотри, если меня будут катать Вот этого я не боюсь Когда я сижу на пассажирском Я себя чувствую прекрасно Ну что, давайте перейдём сразу к действию Мощно врываемся Let's go Насчёт скорости Я буду тебе просто сегодня BMW показывать И она дико нравится Я тебя пытаюсь в план BMW Слушай, я честно очень люблю BMW И вот для первой машины Первое, что я рассматриваю, это BMW 4 Но не М Просто она красивая Она мне очень нравится Ну вот эта машина, она для тебя красивая М5, асфальт 8 Ну вот спойлер мне не нравится Я бы не хотела Как ты оцениваешь тапки? Цвет дисков мне не нравятся Сами диски обалденно круто выглядят Но я бы всё-таки сделала бы их чёрными И Суперта я его покрасила тоже в чёрный И добавила какую-то деталь на машине Но не яркую, типа не вызывающую Ты любишь сток и оригинал? Да, я люблю вот чистую машину С хорошим запахом Давай тогда прыгаем за эту тачку Заводим её Вот такой ключик у нас на предыдущих Смотрите, кстати Это версия типа Нюрнбург Ринг Я думаю, все, кто меня знают Знают, что такое Нюрнбург Ринг И здесь даже на панели Тоже силуэт Нюрнбург Ринга Ты знаешь, что такое Нюрнбург Ринг? Это типа самый известный трек Это цитадей всех гонщиков Там гонял Шумахер И поэтому это является, знаешь, таким сердцем И находится в Германии О май гад, это так красиво Как это красиво Салон просто, вау Не считай цвет Что тебе нравится конкретно в этой машине? Всё Ну вот спойлер мне не нравится Цвет дисков мне не нравится Когда я была на занятиях по вождению Я сидела, по-моему, в Hyundai каком-то тоже Седанчике И я просто приближалась, знаешь, вот так И мне так реально удобно И меня спрашивает мой инструктор Зачем ты так близко двигаешься? Я говорю, чтобы видеть капот Я говорю, нахуй тебе видеть капот? Блин, на самом деле я сейчас, я себя чувствую в сейф, когда я вижу капот Каждый раз за Дима садится после меня в тачку Он чувствует себя гоблином, знаешь, как представлять Каждый раз ты засадишься после девушки Заводим Вот это звук эмошный, да, ребят? Тебе нравятся громкие машины? Без перебора Ну, когда звук есть, но, типа, им не кичаться Да, я знаю, вот есть выхлоп, называется Акропович Я слышала у моих знакомых, у очень многих стоит этот выхлоп И звучит машина вот, типа, не супер громко, но и не тихо Покажем я Акропович потом на X5M Она пухает Ты про Ангелину или про машину? Готова? Еще? Нет, да Круто! Нравится? Девочке нравится? Мне очень Я тебе соврала Я никогда не сидела за рулем Я еще один раз сидела за рулем Тайкана электрического Тоже в Дубае Мы сняли в аренду Зелененький, как муха, поняла? Ну, не прям такой, типа Я просто села за руль, попробовала поездить Ты нажимаешь чуть-чуть газ, она реально быстрит очень, правда Вот, я ощутила это То есть на Тесле такого нет И что мне еще нравится конкретно в Тесле? Но я не хочу себе Теслу Не хочу электричку себе в целом Амина не хочет электричку, но сегодня мы будем смотреть электрички Поэтому, может быть, ты изменишь свое мнение Почему мне очень хотелось электричку раньше? Я ездила на Тесле И мне очень нравилось то, что там нет нейтралки Там, типа, ты отпускаешь газ Идет режим рекуперации И она, типа, ты знаешь, заряжает себя Ну, вот мне очень нравится, что ты отпускаешь газ Постепенно снижается скорость, ты останавливаешься Я почувствовала себя как на картинге Все, если я услышала слово карт Как будто бы надо перемещаться к следующей машине Ребята, что происходит? Мы приехали к Гордею на стульчике Наша летная машина – это гелик Почему гелик занят? Подожди, кто на гелике? Дима! Дима! Как куда? Копейку ждал Какую? Оранжевую? Оранжевую, да, она одна Просто я иду, и я чисто чувствую себя клоуном Каким-то свечением садоватом Садил мой гелик! Амина, амина поэля, дефо, дефо, тура Это порча, тано Ладно, сейчас, давайте устроим челлендж, как завести четырку Так, ну я ступенье выжимаю? Да, и газом, давай, крути и газом Волшебник? Автоблогер Так, чуть-чуть аккуратно О, я сейчас нахуй не сомневаюсь А, у нас ручник Автоблогер Так, обзор Руками помоем, руками помоем На самом деле, я хотела тебе показать Комплектация такая Здесь у нас религиозная символика Религиозного характера Да, потом, что у нас здесь еще? Удобные сиденья С пружинами Ты выкупил себе такую машину? Нет А как ты думаешь, сколько такая машина стоит? 1500 Даже, нет, 1100 Ну, типа, 150 она стоит, наверное Отпускаем Вот А почему она не едет? Я не понимаю, почему она не едет Дима! Дима! Что, что не так-то? Как ты здесь первую передачу отпущу? Ну, заведи эту машину Все, врубай первую Вот, это вот так Вот И все, отпускает сцепление, еду Я закрываю Завоняю Мне страшно очень Ты стекись Ты стекись Ты сказала, что тебя привлекает ощущение карты, да? Да На таких машинах я чувствую себя увереннее Супер, это вообще замечательно Стой здесь Повернись спинкой к Ламборгини Все Не уходи никуда Сейчас я вернусь Она подготовила для меня что-то интересное Я люблю сухи Поэтому Пацан к успеху шел Не получилось, не фортануло Это приспособление для езды Его Мне жалко как будто бы раздавать Идеальная машина на первый раз Отошел Аккуратно он скользит У него полуслики Полусол? Нет, я люблю картинг очень Я хорошо на них катаюсь Чувствую себя уверенно Но опять же Ты чувствуешь себя в габаиты Знаешь, что ты заведомо никуда не... То есть не идешь Что-то ничего страшного Они стоят, по-моему, 150 тысяч, да? Сколько стоят? Две Я давила вот за 170 Такой же на год Своей подруги для рождения Сколько ставишь баллов этой машине? Вот этой? За десяточку Это Нагиево? Я снял Нагиево, блин Можно, пожалуйста Все, ты можешь как оператор Типа идти Я снимал Нагиево Да, ты как уже ветеран оператор Нагиево Я извиняюсь, но ко мне Какие претензии? Короче, ребят Сейчас мы в такую погоду Ужасную Едем на локацию Где будем показывать Амине электрокары На которые мне очень интересно Как Амина отреагирует Машины больше похожи Не на тачки А они похожи Больше на автороботы Ну, знаете, как вот Хай-фай И будет очень интересно глянуть Что Амина про них думает Давай поговорим Насчет нового гелика Очень много людей Его затирают И моих подписчиков И Алла его засрала И Карина Кросс Сказала, что это Ну, это долганный колхоз Вот что ты считаешь? Что является колхозом? А где вот эта грань Которая, ну, чисто вот просто Тачка для хайпа? Честно, для меня Если бы ты ездила На этом пончике гелике На постоянке То для меня Это был бы колхоз Но так как ты Делаешь контент И пытаешься как-то удивить Своих зрителей и подписчиков Это не колхоз Это просто Чтобы поднять людям настроение Чтобы они улыбнулись В лишний раз Но почему-то люди Воспринимают это негативно Если бы ты взяла Эту бэху И обклеила бы ее Вот этой шиномонтажной пеной И ездила бы на небе С колхозом Это колхозно Если бы ты у меня спросила Но так как ты Это делаешь на своем Проектом гелике На котором ты не ездишь И который просто Чтобы поднять людям настроение Чтобы впечатлить людей Получить больше реакций Вызвать какую-то эмоцию В том случае Я уверена Что это хотела вызвать Исключительно положительное Могу просто от себя сказать Что нет Это не колхоз Ребят Мы в логове китайцев И просто посмотрите На количество китайцев На 1 квадратный метр Дошкаливает Это у нас зикар Это у нас аватар Мы сейчас будем показывать Аватар Амини И определим Нравится ей вообще Такой стиль Или нет Это первый претендент Это второй Это все китайцы Ой Это пульт Ой, ключ Это пульт Офигеть Я в первый раз сижу Обалдеть Интересно Тут экран Раз, два, три Тут еще экран Для пассажира Тут две беспроводные зарядки Это меня не удивляет Очень красивый салон Салон обалденный Даже вот эти вставки Мне нравятся Выглядят сильно И минималистично Я поняла, что тебе нравится Все минималистично Да, тут вообще ничего нет Вот, это мне очень нравится Ни кнопок, ничего А это знаешь, что такое? Нет И схожая функция Как у твоего айфона Догадаешься? Face ID? Это Face ID, да Типа он садится Считывает тебя Понимаешь, что ты хозяин И подстраивает полностью Там все настройки по тебе Обалдеть И большая панорама Это, конечно, дизайн А можно завести Послушать, что она Тоже сшумная Завести, послушать Ты можешь двинуться на нем Если хочешь Так, чтобы поехать Тебе нужно зажать тормоз И сделать вот так Все Можешь поворачивать налево Только не сразу А выезжаешь еще вперед Плавненько Плавненько Налево Смотри, какая здесь фигня Она просто мигает Офигеть А почему она мигает? Потому что мы не пристаем Вот почему, наверное Блин, у нее такие маленькие козырьки Офигеть Ой-ой-ой Это что такое? Это машина из будущего Привет Ебать круто А вы управляете машину Супер Бегашки Ускорение, да? Слушай, честно У меня вызывает эмоции Не сама машина А вызывает эмоции То, что я за рулем Ты не можешь объективно оценивать Да, я не могу объективно оценивать, потому что я пи***ц Как счастлива, что я за рулем сейчас нахожусь На данный момент времени Меня радует, что я самостоятельно Ты как будто в видеоигре какой-то, да? Да, что я самостоятельно сейчас это все делаю Не хватает мне звука, определенно Но машина мне нравится тем, что она новая И она минималистичная Снаружи я не могу сказать, что она мне нравится Насчет езды не понимаю, правда Мне просто жестко вызывают эмоции От того, что я еду Но она тоже для меня большая У нас там была большая дорога И из-за этого, благодаря этому, мне было легко У меня ощущение, как будто я свою младшую сестру за руль посадила И поэтому она так радуется, так радуется Я вот и что ничего не вижу Вы видите что-то? Если я б***ь, рейдж-ровер, ребят Я вахаю Давай 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 Газ, нажимай по кругу Право, право Она вырулила данную ситуацию Так, я переключаю на вторую Это садимся по кругу Это садимся по кругу Это садимся по кругу Это садимся по кругу Ты первая, как вот так, вот так, глубоко Она нормальная Это садимся по кругу Это садимся по кругу Как она вообще в этом разбирается Меня вот это очень Здесь зеркала просто с***ю бурдаш Потом, типа, вперёд Ты что-то видишь, Ангелин? Нет, нихуя я не вижу Я тоже ничего не вижу, если честно Я вижу, что это целое будущее Хорошая новость Садитесь с Фрэнджи Ровер Бл***ь, дуран Быстрее, пожалуйста Я ваху Ура, спасибо папаше за этот рено логор Двадцатого века чурного цвета А, это что? Спасибо папаше Это что, автомасс? За этот цвет? Господи Присокимимся, ребят, сразу Как хорошо, не надо вырываться Они дергаются Куда? Все, короче, едешь Короче, твоя задача, Минс Мне говорите, какие места свободны Чтоб я в них залетала быстро Да? Ты же видишь, что мама О, рядом с Геликом, рядом с Геликом своим Окей Здесь, все здесь Никита с Асгеном Нет, Никита с Асгеном Здесь все Идешь в Металке О, Стеколовский тоже здесь О чем мы все повылезали из машины? Давайте продолжать Спасибо А что это у вас тачка такая охренная? А потому что вы сначала замучили копейку Отец, у вас красивая машина Да, на автомате Свинь, у меня ручка Что такое ручка? Привет, подписчики О! Я заправил свою тачку полный бак Полный бак А не полный грамм Блин Успела 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 Охренеть, не встать Я чуть не обозрался Ты говорила, Зай, про Бентли Да Это у нас Бентли Континенталь GT Кабриолет Как тебе эта тачка? Он не считает цвета Все супер Сегодня с цветом мы не попадаем А если мы говорим про саму тачку Ты такую хотела? Не кабриолет А почему тебе кабрик не нравится? Волсы назад, там, грудь вперед Не люблю кабриолеты просто в целом Ну окей, даже если это кабриолет Мне кажется, будет классно сесть внутрь Да, 100% И Все равно она Обалденная Безусловно Так, какой ca grant?? 24300 Вы что, ребят? А почему ты дорогого ня? Прыгаем тогда за руль Игра律 Слушай, слушай Я тебе могу сказать Просто обалденный цвет Очень красивый Коричневый Да, но мне не нравятся вставки Вот эти Если бы они были белыми Это был бы отвал всего Посмотри, пожалуйста, это что за... Это просто невероятно выглядит Ты про приборку? Да, очень красиво выглядит Мне кажется, это взрослая машина Как будто, чтобы ее водить, нужно уже морщинками, прости, чуть-чуть Давай заведем ее все равно Давай Так, вот здесь вот более понятное мне переключение передач Ты нажимаешь на кнопочку И на драйв Ты едешь за Бентли? Бентли! Все, я думаю, стоп, 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 можно это Давай откроем, кстати Открыть крышу, я думаю, вот она Да У тебя хорошая интуиция на машине Просто я привыкну к тому, что ты нажимаешь, и она все дальше сама Это, наверное, ты еще с какой-то тачки взяла в Дубай, нет? Ну, там распространенные камрики за счет погоды Так, и ты, короче, хочешь дать сама на права? Да, потому что моя цель не просто... Слухи меня, почему опять поднимаются? А, не просто поднимаются, потому что должны быть подниматься Все Просто моя цель, опять же, это не получить права, а в первую очередь научиться водить Чтобы тебе не говорили на дороге, а ты коза бы никуда-то едешь Я сама по себе человек тревожный Мне так будет спокойнее, во-первых Во-вторых, это уважение тоже В том числе уважение к людям, которые на дороге Абсолютно верная позиция И вообще у нас получается какой-то такой достаточно морально-поучительный выпуск Но ни в коем случае Амин не читает никому морально Она просто говорит о том, как ей удобно и хочется жить Как ей комфортно жить Дай бог тебе скорее выехать на дорогу Спасибо И мы будем кататься вместе Все, окей Какая вот по десятибалльной шкале, какая оценка этой машины? Давай поставлю 8 Минус 2 балла за цвет салона Вот именно за желтые вставки Чувствую себя особо Второй минус я ставлю за то, что это кабриолет Кабриолет это круто Просто мы же выбираем мне первую машину Поэтому я оцениваю, как для первой машины Отлично Зынь, зачтено Едем на следующую тачку Welcome to my house Вот, чтобы вы не сомневались, что это я Я вместо Ромы Ну что ж, друзья Добро пожаловать в мой стримерский уголок Тут цитадель Офигеть У него там все закрутилось, завертелось Можно менять подсветку на любой цвет, который захочется Блин, это произведение искусства прям Да Офигеть Смотри, какая у меня заставка тут на компьютере будет сейчас Смотри Аниме Уже пропустил Не, было, было, было Офигеть Это вот мне так настроили А ты аниме их любил смотреть? Ну, я смотрю, последнюю посмотрела очень классно Те, кто любит, и даже кто не любит аниме Обязательно посмотрите Киберпанк Бегущий по лезвию Это просто отвал всего А что с моим монитором? Сейчас нам теперь загрузим Давай Так, давай посмотрим пленку, как они тебя клеили Я это и хотела показать Смотри Просто идеально Она еще перламутровая такая Да, да, да Я хотела очень покрасивее Так, стыки посмотрим, ребят Стыки тоже идеально положены Но это стоило 20 тысяч рублей За один монитор Это мой микрофон для стримов Он тоже кастомный Он был черного цвета Таких белых не существует Это именно номер 103 Он вообще мне нужен был для музыки Это микрофон для записи треков Вот Но я решила подключить его к компу Купила аудиокарту Сама покрасила ее в белой Поэтому посмотрите, как ужасно она покрашена Если так-то незаметно Но когда приближаешься Видно Какой-то фетиш на белой, да? Мне просто очень хотелось в белой рабочей стопе Ура, он жив, цел орел Да, вот такая у меня заставочка Моя любимая Она у меня уже стоит уже года два, наверное Года три Это что за кнопка такая? Это я купила кейкап и лапка У тебя реально фетиш на белая? У тебя наушники белая Ну мне очень нравится, да Как выглядит белый цвет Если бы я могла закастомить камеру эту штуку Я бы это сделала, но это дорого У меня есть еще среди такие лампы Когда стримишь, они очень удобные Включаешь И можешь регулировать яркость Холод, тепло Ну как светит? Мне кажется, должны хорошо светить Каждая стоит по 20 штук Это каждая колонка стоит по 30 Аудиокарта стоит, не помню Где-то 15-20 Короче, стол в сборе сколько стоит? Экран не знаю, где-то 50 Это где-то так же Мониторы вместе 60 Это около 30 Клавиатура где-то 10 Мышек, я думаю, 5 Коврик подарили Компьютер 350 Наушники Эти 13 Эти где-то 15 Стол икеевский А ты, получается, через камеру У тебя картинка выводится Камера вместе с объективом 180 где-то тысяч И свет по 20 40 тысяч в сумме И все И стул еще 60 тысяч Ну, дорогое удовольствие Да 60 кесов за это? Да Он типа какой-то Сядь Там жопка проветривается Там жопка проветривается Там есть вентилятор снизу что-ли? Нет, конечно А, она просто дырявая Да, просто дырявая И из-за этого проветривается Потому что похоже на стримеры Пожди покажу, как ты на камере будешь выглядеть там Оу, май! Серьезно? То есть там уже какой-то цвет кор как будто бы, да? И он еще и автофокус делает Да, да, да Блин, камера реально хорошо Ты хорошо выглядишь Так, еще у тебя есть большой монитор Ну, в смысле компьютер Телевизор Блин, телевизор Да, я его купила за 250 тысяч Зачем тебе телевизор за 250 тысяч? Как часто ты его смотришь? Каждый день Тогда правда Плюс он играет огромную роль в моем фоне Мне очень нравится, как выглядит телевизор Я обычно ставлю камеру вот так А что написано по-китайски или японски там? У меня все хорошо У меня все окей Еще есть одно из самых любимых мест в моем доме Не считая рабочего места Моя студия Звукозаписи, да? Какой красивый Да, он просто без этого Без подставки Поэтому он держится на соплях Вот это Союз У меня подарил на день рождения Он стоит около 200 Чего? Этот Вот эта маленькая фуличка стоит 200 Но все-таки она выглядит Она выглядит так, что в принципе на нее и сисьма Оу, май! Смотри, этот ноутбук 15-го года Да, это старый мак Очень старый мак Карта подарили на день рождения 2 года назад Даже 3 стримеры Скинулись и подарили Она стоит около 100 тысяч Мониторы точно такие же, как там, только черные По 20 карта или по 30 Ты мониторами называешь колонки? Да, это называется монитор А я думала, монитор это то, что у компа Это и то, и то Называется монитор А как не запутаться? Просто когда тебе показывают на это И говорят, монитор, ты понимаешь Это подарил мне мой в прошлом друг Вот, на день рождения Мне очень нравится эта картина Она очень хорошо сюда вписывается Также у меня есть кролик Он кайфовый просто Можешь его потрогать Ой, он такой мягкий Да, вообще пиздец Он как будто бы какой-то шпиц на максимум максимум Очень мягкий Какой максимум у тебя был? Вот сколько ты могла играть за день? Весь день С 12 утра до 4 утра Когда я была мелкой особенно У меня просто очень строгая была семья И мне запрещалось даже после школы пойти погулять Ну, я в ТЦ без сопровождения мамы или семьи Первый раз вышла в 17 лет У меня мой день, вот знаешь, какой он был? Я просыпалась в 6 утра В 7 мы выезжали из дома в школу Моя мама везла меня Моего двоюродного брата родного И двоюродную сестру Мы учились в одной школе Она везла нас в школу К 8 мы были там И потом забирала нас после уроков Сразу же везла домой И лично я просто садилась за компьютер Играла допоздна Потом делала уроки Либо не делала И шла в школу И если не сделала уроки То там списывала на перемене домашку И все А с чего пошла история с маской? Слушай, я заказала что-то на Алике Уже смутно помню Но мне пришла маска Какого-то То ли в подарок То ли как-то рандомно Непонятно в общем Просто черная Нет, конечно Просто черная Я тогда рисовала стрелки дома Пока мама не видит Мне очень нравилось Мне запрещали красить в школу Я приходила в школу Красилась, смывала И садилась в машину Я рисовала стрелки И решила надеть маску Смотрю О, угарно Выглядит прикольно И начала просто Постить фотки Об этой маске Да И когда запустила Первый стрим Решила начать в ней И все начали писать А почему ты в маске? Я подумала Ну раз это вызывает Какую-то реакцию у людей Надо в ней оставаться И все А как прошел Твой первый стрим? Когда ты его провела И почему именно Типа стрим? Первый стрим у меня был В августе 19-го Или 18-го года В числах у меня Плохо по памяти Слушай, прикольно Я была такая Типа мелкий тролль Знаешь, из интернета Достаточно токсичный Но в меру Из-за того, что я Постоянно общалась С дотерами И с каэсерами Я была достаточно Токсичным ребенком Но в шутку Типа все у меня было Знаешь И посты к фоткам У меня были Типа Ты говоришь, что это была Какая-то значительная реакция Твоя? Нет Мне было еб***ь весело Вот реально Я просто что-то Я несла хуйню И мне было так весело Искренне От всей души Мне было так весело Это все делать И люди это все понимали Типа Тогда вы купали Ребята на твич Ещё такая аудитория была Такая же, как я Игровая, типа Аудитория Ты говоришь, что такая же, как ты Но Стримеров мы знаем Наверное, процентов 80 Это парни Да нет Но тогда Популярных большинство парней Тогда была Тогда да Тогда была Из популярных Она ещё даже раньше Намного стала популярнее Это Карина Стримерша А такая киса Мне нужен Валидол Для меня, честно В то время Было Таким открытием Она Насколько вот Она стебалась Над всеми Строя дурочку И так хайпануть Она всё выкупала Понимаешь Но она угорала Жёстко И это круто Не знаю Для меня Карина была Айдолом Какое-то время Она очень повлияла На моё детство На формирование Тебя как Да Время было Совсем другой Менталитет Аудитория В интернете Была другая И это всё Было реально весело Это было Вот эти тролли В интернете Как в дискорде Мы заходили Угорали над всеми Друг над другом Ну типа Прям круто было Реально Все всё понимали И от этого было весело И это не было по-злому Понимаешь Не было столько хейта Вот у Славы Бустера До сих пор Такая аудитория Что он говорит Типа вы мои хуесосы И я ваш рот ебал И это для них любовь Так ну шо У нас тут авентадор Как тебе её жопка? Очень красиво Мне нравится вот это Что ты всё видишь Багажник тут в капоте? Это задняя моторная машина Поэтому у неё Багажник вон там Бери ключик Давай-давай Давай-давай-давай И надо будет сейчас Прямо её открыть Чуть тяжко, нет? Нет, вообще идёт Она сама поднимается Ну что, ребята Сейчас она научилась Красиво садиться В ламбаргоне Ну сколько продаётся? Мама Мама Всё Какой у тебя рост? Мне там 58 Попробуйте, если вы 2 метра Как садится мама в эту машину А вот закрой Попробуй закрыть её Да, всё верно Молодец Мама миа Я ждала Что она делает Когда заводится Газ уходит назад Газ или тормоз? Газ Томас Ты вот это чувствуешь ногой? Да Ой, прикольный Но, что здесь хорошо Прикинь, что у всех таких тачках Которые, ну, почти такие гиперкары Суперкары В них нету подстаканника, Карл А здесь есть Смотри, вот он Ой, удобно, кстати Значит, ты в топе Что-то всё на тебя разольётся Я не хочу проверять Но, допустим Что здесь ещё есть у нас интересного? Это, чтобы курить Сигаретки Красиво, да А можешь газануть чуть-чуть? Я ж дрогнула Кошмар Ну, блин, нет Это В12 Мне не очень нравится такое У меня вызывает немножко тревогу Такое, если честно Ну, если жать, типа, газ-палас То да, будет вызывать тревогу Ну, типа, если закрыть окна Давай попробуем закрыть Эмя окна Попробуем так же Давай Почему? Да, конечно, минимальный здесь Потому что сзади у нас Огромный моторище Размером с эту машину Так ты думаешь, как? Вот двигаться на ней? Тут надо на кнопку Нажать либо R, либо M Непонятно Нить Так, сейчас подумаю Вот здесь, наверное, да, где-то Смотри, правую клавишу зажимаешь Это вот плюсик зажимаешь Один раз Оп Так, всё Теперь ты можешь двигаться Ну что, как тебе? Вот ты чуть-чуть нажимаешь на газ И она уже ускоряется быстрее Чем предыдущая машина На которую мы давали газ Ну, потому что в ней, по-моему, 800 лошадей Я точно не помню Слушай, вот я дучила газ Она едет на нейтралке, да, так же? Да А, но она скоро остановится И у неё будет тормозить, типа, движок А, вот Всё, она затормозила Супер Вот так мне нравится, тоже хорошо Ну как? Тебе нравится? Мне очень нравится Ну да, я бы не хотела себе такую машину И за 22 миллиона бы не хотелось Да за любую сумму я бы не хотела О, значит, за такие бабки ещё пиздесная будет? Блин, ну тачка как будто классная Но too much на первый раз Безусловно Правда Давай ты ещё раз как бы газонёшь Я выйду Закрываем Моя машина Поделочистые Моя подсчитает Шашковать Тебе идёт К волосам подходит Так же Только к волосам С сожалению Всё, отлично Сколько баллов ставишь? Если оценивать её как машину Мою будущую Для первой То ставлю ей 5 За то, что просто она пиздатая Классная И минус 5 За то, что я бы никогда не взяла Такую машину для первой Потому что она очень дорогая для меня На ней страшно просто будет Да И знаешь что? Вот салон очень красивый Тут жёлтые вставки Я не люблю яркие цвета Но здесь это выглядит очень красиво Стильно Со вкусом Минималистично Безумно красиво Что внутри, что снаружи Жёлтые с порта Прям Вот чисто визуально Не разбираясь во внутренностях Я могу сказать Что это невероятная машина внешне Это шикарный монолог И шикарный повод Переместиться На следующую локацию Давайте, ребята Двигайтесь Давай Ебать Мы выбыли Нет, нет, нет Опа Опа Место, место, место Место, место Место Señин Подожди Здаём Незаправлbbb Сдаём И заезжаем У меня сейчас сердце остановится Сколько экшена Ууууууууууууууууууууууууу Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Твоя-ха-ха-ха-ха-ха-ха типа Ангелина, я не могу вообще, я не могу поверить, где я нахожусь вообще Все, let's go, пойдем, пойдем Почему я не знала, что такое существует, это очень крутая идея Да все, короче, сзади Прямо, 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 прямо Давай, давай, давай Просто потому, что я хотела, что ты делаешь вперед, но все это такое Все просто не ехали туда Ну тебя Пока я нечаянно чуть-чуть на линю заехала, но я надеюсь, у меня это простят У меня сердце так бьется, шесть У меня какой-то выброс адреналина, я не знаю Да, ну в балкон все уходим У меня мурашки сразу Она вот именно отвратительная Куда-нибудь Ты два места пропустила Вот тут, вот тут, вот тут Все, все, все Все, вы выбыли Ну это был план Капкан, как бы мы хотели Все, мы выбыли Ну это было очень круто, это прям было дико круто Мне очень понравилось, у нас была хорошая машина Я вам Вы выбыли Да, кара мне настигла Но мы стараемся Но мы стараемся Все Я точу реального, я сейчас умру здесь Все, мы поехали, а остальным участникам я желаю большую удачу Скажи мне, парни на геликах это сексуально? Мне кажется, что сексуальность проявляется не в твоей машине, частично не в том, как ты выглядишь Именно частично Потому что это тоже влияет Если ты опрятный, чистый, вкусно пахнешь Вот это для меня уже секси Какие у тебя заниженные требования к мужчине Я встречаю, просто это реально достаточно редко Опрятность, чистота, запах и харизма Человек может быть, по моему субъективному мнению, не симпатичный Но если он харизматичный, то для меня это очень круто В целом, не считаю, что машина как-то характеризует твою сексуальность В этом плане у многих мужчин есть больная тема, что женщины очень сильно ориентируются на достаток мужчин Насколько сильно для тебя это имеет значение? И достаток это показатель чего, в первую очередь? Слушай, я самодостаточная девчонка с 16 лет Моя мама тоже была большую часть своей жизни, она тоже была самодостаточной Она с самого рождения прививала мне это качество Что нельзя ни от кого зависеть, ни материально, ни ментально Насчет достатка мужчины у меня был молодой человек, который зарабатывал меньше, чем я Но у него была идея, была цель, я его поддерживала И расстались мы не из-за его достатка, что он зарабатывал намного меньше, чем я Я вот реально скажу от себя, мне типа не важно, будет он давать мне деньги Не будет он давать мне деньги, будем мы ходить в ебейшие рестораны или не будем Я тебе скажу, что это был человек, у которого было немного денег Но он старался делать все, чтобы я чувствовала себя счастливой Для меня это показатель Если мужик типа сидит, у него нет идей и он живет на твоей бабке Для меня это хуйня Как и наоборот Если женщина просто нихуя не делает и не хочет делать И все ей делает ее мужик Для меня типа это тоже хуйня Если у женщины нет амбиций, идей и она не стремится к чему-то Это тоже одно из моих любимых мест Здесь я рисую Когда у меня нет настроения, я полностью погружаюсь в вот это, в маленькие циферки, кисточками рисую Должно по итогу получиться вот это Мнение Современное творчество Сама рисовать не умею, поэтому рисую по номерам Плюс это очень отвлекает Потому что ты фокусируешься конкретно на вот этих микроциферках Чтобы все закрасить аккуратно, ровно И из-за этого очень отвлекает от всех плохих мыслей Двигаемся дальше Еще связанное с музыкой Есть у меня одна электроукаллелия Одна обычная уукаллелия Электроакустическая гитара Тут просто колонка, плейстейшн, ничего интересного Дальше хочу рассказать про свою стену Моя стена, друзья, рассказываю суперкрутую историю Когда я сюда заезжала, приезжала просто смотреть квартиру Мне вот она очень понравилась Я познакомилась с хозяйкой И через неделю я прихожу подписывать договор Прихожу, а стена розовая А до этого она была белая И она просто захуячила стену и говорит Ну, я посмотрела твой инстаграм, мне показалось, что тебе понравится И что, я охуела, красивая очень Блин, охрененно Просто такой, если ты смотришь нас, то ты большая просто Мила, вы супер Вы очень хорошая женщина А какая квадратура? Семьдесят И сколько ты за нее плачешь? Платила 200 тысяч И произошедшее определенное событие Я попросила хозяйку снизить мне цену И она снизила мне до 160 тысяч Как раз уж мы у входа, все еще Это мой гардероб номер один Здесь я храню всю свою обувь И сушу вещи и стираю Блин, мне всегда было интересно, сколько они весят Как их носить? Это два килограмма одна Кого-то Ну, это дохера Ну, да, много Ну, их как бы ты не надеваешь каждый день Это просто... Ну, не могу, каждый день мне пофигу, мне удобно Сколько у тебя обуви? Раз, два, три Очень много И ты все носишь, да? Нет, вся обувь, которая здесь осталась, это вся, которая мне нравится И которую, да, я периодически ношу, но не каждый день У меня еще лежит дрель Пацаны, оцениваем, как бы прибор такой И игровой ноутбук за 250 тысяч Мне его подарили два года назад И он лежит по лицу? Да, потому что... Разыграй его, смотри, ссорите своих подписчиков Тащи, я уже микрофон свой разыграла На спальне, что еще О, какого овца убили Мне так мило Очень круто Это моя спальня Вау Так натуралистично нарисован телевизор Очень круто А ты сама реально догадалась так делать? Потому что не хотела крепеж делать, да? Потому что нельзя было сверлить стену А любая тумба, которую я искала, слишком широкая Берем на заметку, ребят То есть можно сделать, вот поставить мольберт И запихнуть стелек Да, только выбирайте мольберт Смотрите, сколько он выдерживает У тебя был опыт, что... У меня свалился он вперед Но вот это благо, эта штучка его задержала Но он чуть не свалился просто Короче, у тебя очень аскетичный стиль здесь Ничего лишнего И то же самое ты хотела бы видеть в своей машине Я не понимаю Да, я такое люблю, честно Кровать мягкая, удобная Подушки тоже обалденные Но уже примялись Я на них сплю и пофигу мне Блин, очень круто И там еще туалет у тебя У нас как-то резко рум-тум случился вообще Я не предполагала, что это будет Но как будто закончится Слушай, если что, просто если много будет, то вырежите Лучше больше, чем меньше В общем, это мой гардероб Здесь у меня лежат все мои украшения Так, знаем, что, где брать теперь Да Это хром-харт, да? Нет, это просто брюль, такая штучка У меня есть такие вот часики Это мне подарил мой молодой человек на очень значимую дату Я тоже дарила ему очень дорогие подарки Я больше люблю дарить, чем получать У меня оргазм вступает, когда я дарю подарки То же самое Дима обрадовался? Очень А что это было, расскажи Это был электросамокат, знаешь, который изменяется до 70 км Я был бирус на нем Я ему подарила еще Бэр Брика, который символизирует все вещи, которые ему нравятся Вот, кастомизировала его Понравился ему? Конечно, он был в шоке Еще это все запендюрила вместе со скрипачом с утра Приготовила еще шарлотку сама Обалдеть! Киньте ей лайк, ребят, ну я в шоке Это очень мило, Зай Я такого кого-то реально не слышала Это мило очень Спасибо большое Мы нашли, как посадить Амину за кресло, чтобы она что-то видела Детское кресло для яйца Блин, на самом деле тапок нормальный Я бы такой поставила себе дома и сидела Носочек опасности У нас уже, понимаете, свой сленг появился Моя девочка стала такой взрослой Ай, эти тормоза это дошло Моя девочка Круто было, реально Спасибо вам, Виктор Вы супер Я в восторге Брат, бежим Я вахаю Зайта очень круто Она меня жестко укачала Да, это вообще, блин Ну куда ты меня привела? Я очень рада, что тебе понравилось Спасибо, Зай Это было очень круто Просто по ощущениям Ты бы хотела пилотировать эту машину сама? Так как Виктор нет Он очень круто это делал Вот я здесь была, я каталась Но это было не так жестко Но как Виктор, я бы не хотела ездить, наверное А было сложнее заходить повороты из-за дождя? Мы видели, как у вас там прям столб этого Прямо, да, всегда сложнее Более тонкое пилотирование Нужно прям чувствовать Вот там граммы давления на тормоз уже Давайте похвалим Виктора Виктор, спасибо вам большое Вы супер пилот Просто сразу видно нюрбургинское прошлое Ну что, просто финальное слово Тошнит меня На этом мы заканчиваем наш репортаж Был еще комментарий Меня никогда не тошнит Но сейчас меня ушатало Да, меня вообще никогда не укачивает Просто нигде вообще Короче, это значит, что вы реально хорошо прокатили человечка Сейчас мы будем смотреть машину, которая тебе понравится Ну, более реальная для покупки, наверное, да? Это как будто бы, ну, купить и поездить И хорошо, и вкусно, и не грустно Давай смотреть? Давай Вашему вниманию Английская корона Мини Купер Мини Купер Я мини Чендерли Бой Как бы мне обращать внимание, что она такая запыленная Да, она стояла долго, ждала Амину, пока она приедет Но как будто бы она тебе пойдет, если будет в другом цвете Да, сто процентов Она крутая, но это не лонг, да? Она трехдверка, но прикольненькая Трехдверка? Ну, раз, два и три считается Багажник тоже считается дверью Вот это поворот Ну, что, садимся? Давай Давай, прыгаем Держи тормоз, я буду заводить Готова? Да Такой злой выхлоп у нее Я даже не ожидала Это красоточка, она моя Посмотри, какой пупсик такой Она сладкая, реально Ой-ой-ой, сейчас нас несет Так, смотри, что тут есть прикольного Во-первых, у нее вот это вот похоже на ламборгини Видишь такие? Вот уже рычаги, как выстребители Все, все, все Пристегиваемся Включение, при придаче нажмите unlock Вот, вот здесь вот он, с левой стороны И потом ты, да, назад Драйв, правильно? Да, все Да, я уверена уже, да Да все, как будто ты мне врала, что у тебя нету, прав Лучше тут некуда поездить особо Ну можно еще взад поехать там Да, сейчас я этим займусь Буковка S, да? R А что он за... А, во-во-во, это автозапуск Ровно руль стоит, да? Да, ровно-ровно все, идеально все стоит Слушай, это прям претендент на покупку В том плане, что он недорогой Мне безумно удобно Я чувствую себя уверенно за этой машиной Потому что она маленькая И я чувствую ее габарит О, это серьезно? Выбор того, у меня пудра? Пойдем за тот? Пойдем Ну и прикиньте, это звук мини-умбера Садись, садись А посмотри на эти пары Это просто лучшее, что такое Это English Что, ребятка, тебе стало? Чисто реально машина как будто по дофину А это твоя машина? Да Охуенная Все, настраиваемся Всякие сиденья здесь спортивные Алькантара тоже здесь Просто Просто прямой уровень Эта малышечка просто бомба И там еще имеется люк даже А, это люкс уже какой-то мини-купер Вау, вставки бомба Крутая машина Как будто бы это бы прикольнее по спеку, по цвету, да? Мне нравится На салон мне не нравятся красные вставки Блин, а мне нравится сама машина, поняла? Я такую хочу машину Еще я не видела Амина такой счастливой Она сидела за БМ4 Ай-яй, 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 ай-яй Крутая машина Я хочу такую машину Дай выху попробуем, дожди Опа-на Она еще и пукает Она за такие деньги еще и пукает Она еще и пукает за такие деньги И пиздит тоже Чем не хуже, как в ламбаргии, да? Блин, мне это очень круто У нее есть, смотри, еще оберегатель Это функция оберегателя А тут, кстати, на том нету как будто задней камеры Там нету камеры А как без нее ездить-то новичку? Никак Давай назад Как у нас назад она едет? Хорошо, хорошо Но она быстрая, когда тормоз отпускаешь Смотри, у нее еще есть грин режим То есть ты будешь меньше выхлопных газов делать Вау Она как бы пукает, но уже поменьше Ребята, я хочу эту машину Нет, мне нравятся мини-куперы Правда, хорошая машина Ну что, внешне, давай кинем ее Внешне Но она, нет, диски Это стоковые, да, диски? Нет Но они красивые Красивые, хорошо А вот эти две полоски В этом случае две полоски хорошо вроде Две полоски Ну слушай, вообще Да вот это вот лишнее, по-моему Да Но на мини-купере как будто две эти полоски Они выглядят хорошо Если сделать это монохромным Поняла? И будет просто черная обводка У них Но это будет монохром Одного цвета здесь и тут Да То это будет, мне кажется, вообще супер Ну да, это как будто, знаешь, продолжение британского флага Который сзади Потом все тащатся именно с задних флаг Потому что оно как будто Это из передних, реально, они очень милые Это такая машинка-милашка, понимаешь? Тоже бубочка или по-другому? Да, ну это бубочка, блин, реально Бубочка номер два А это что такое? Это мини-спойлер такой некий Мне нравится, что у нее есть люк Мне нравится, что она маленькая То есть я за нее сажусь И я чувствую, что она такого же размера, как и я Такая же маленькая Окей, сколько баллов ты ей даешь? Если оценивать, как вот, мою будущую машину Да Первую Да Даю ей девять Минус один за то, что я по-другому затюнила ее Ну хорошо, то есть именно эту ты не берешь Но, в принципе, мини-купер Да Купила Ну что? Ну подписчики ждут от тебя какого-то решения То есть ты берешь мини-купер Да, но я не буду ручаться Потому что, мало ли, что-то в моей жизни поменяется И когда я, ну, куплю себе прав Мы это вырежем Когда я сдам на права, возможно, у меня в жизни все поменяется Потому что это не быстрый процесс Это займет минимум у меня два месяца Но, как мне сказал мой инструктор, нужно минимум третий занятий Все, мы поняли, что ты будешь сама сдавать на права Да Сама Вот такие дела, ребят Я надеюсь, вам понравился видос И вы с нами провели шикарнейшее времяпрепровождение Ребят, спасибо вам за просмотр большое Мне было очень приятно участвовать в этом видеоролике Это действительно дало мне немножко больше знаний о машинах Я посидела за какими-то машинами за рулем впервые Что мне тоже очень понравилось Я получила кучу позитивных эмоций Поэтому спасибо тебе за такую возможность Это было реально очень круто Тебе спасибо большое, что пришла На самом деле, я благодарна мини Потому что каждый раз, когда я помогаю своей подружке выбрать машину Я чувствую себя полезной Я без этого, блин, полезна И, блин, на самом деле, это офигенно Я надеюсь, что мы как минимум подняли вам настроение А как максимум, может быть, кого-то замотивировали Чтобы, не знаю, купить мини-кубер, да Или ламборгини Все, спасибо большое, что смотрели Берегите себя И до новых встреч Пока-пока